24 февраля у озера Губище состоялось выездное заседание Комитета городского хозяйства и развития, во время которого обсуждался ряд вопросов по благоустройству территории вблизи парка Айспилс-Атос и в других местах Даугавпилса. Заседание началось с обсуждения ситуации, сложившейся вокруг озера Губище, которое вот уже несколько лет стремительно высыхает и заболачивается. Управление коммунального хозяйства поручено в сотрудничестве со специалистами Даугавпилского университета оценить актуальную ситуацию, чтобы понять, может ли самоуправление каким-либо образом приостановить процесс заболачивания. Затем члены комитета обсудили проект реконструкции парка Айспилс-Атос, в результате осуществления которого в Даугавпилсе появится еще одно благоустроенное место для прогулок и отдыха. Кроме того, значительно удобнее и безопаснее станет передвижение между новым строением и поселком Химиков. В парке строят новые пешеходные дорожки и устанавливают современную систему освещения. После технологического перерыва здесь появятся новые скамейки, урны, места для парковки велосипедов, будет оборудована смотровая площадка и горка для детей. На данный момент работы выполнены на 52%. Для их осуществления привлечено госфинансирование. У самоуправления также есть планы по приведению в порядок остальной территории, прилегающей к парку и озеру. Финансирование у нас было 589 тысяч, которое нам помогло Министерство оригинального развития, выделило средства. И 48%, которые мы не успели по разным причинам освоить в 2021 году, нам бы пришлось вернуть. И очень я рад, что мы сумели найти в плане такого долгого диалога с Министерством регионального развития охраны среды соглашение о том, что мы продолжим эти работы, не потеряем финансирование, не вернем его, скажем, обратно. И уже в середине марта, если позволят погодные условия, планируется возобновить работу. И в течение двух и двух с половиной месяц мы планируем, что будут завершены работы. Как раз к летнему сезону. Плюс ко всему, на выездном заседании сегодня прозвучало предложение, кладка, которая соединяет микрорайон Химиков и улицу 18 ноября, улицу Смилгу, в 2023 году именно включить план проектировочных работ с целью в ближайшем будущем ее заасфальтировать. И также у нас получится, что практически вдоль всего самоуправления, принадлежащей территории озера Губище, у нас будут дорожки с освещением, а там же улица Смилгу. И наконец-то там будет хоть одна заасфальтированная улица именно в том микрорайоне. После технологического перерыва также возобновятся работы в сквере Сейлес на Гриве. Здесь проложат пешеходные дорожки, установят скамейки и тренажеры, а также оборудуют детскую площадку и зону отдыха для сеньоров. Помимо этого, в скором времени будут объявлены закупки по благоустройству парка Авотеню и сквера Вагайки. На основании результатов закупочной процедуры будут разработаны проекты высокой готовности, которые смогут претендовать на получение госфинансирования, как только появится такая возможность. В парке Авотеню предусмотрено оборудование пешеходных дорожек и системы освещения, очистка канав и протоков, озеленение территории, а также создание детской игровой площадки и спортплощадки. В Вагайке собираются привести в порядок зеленые насаждения, проложить дорожки и систему освещения, а также создать зеленый лабиринт. Сюжет подготовил отдел коммуникации Даугавпинского городского самоуправления.